78-летняя Сочинка обратилась в полицию в начале февраля. Пенсионерка рассказала, ее обманули двое мужчин, забрав крупную сумму денег. Со слов женщины, знакомство с мошенниками произошло около ее дома. Мужчины рассказали, что не местные и при себе имеют крупную сумму, с которой небезопасно ходить по городу. И попросили оставить пакет с наличными на хранение у пенсионерки. Взамен в качестве гарантии попросили денежный залог. Пенсионерка отдала своей кровной 66 тысяч рублей. Уже позже выяснилось, что в пакете были не настоящие деньги, а муляжи. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. Мошенников задержали быстро. В разговоре со следователями они сообщили, что деньги у пенсионерки взяли взаймы и собирались отдать. За что задержаны? Занял деньги у людей до 20-го числа. Во время они не обратились в полицию. Для чего деньги брали? Надо было. Обращали в долг. Вы ранее знакомы? Женщина-то? Нет. Мужчины рассказали, что в Сочи приехали из другого города. Официально нигде не работали. Один торговал посудой, другой занавесками. В суде мужчины раскаялись содеянным. Так вы, секундочку, свою вину, я как понимаю, признали, да? Но даже признание вины не поможет задержанным избежать наказания. Мужчин обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Сотрудниками полиции задержаны двое граждан, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренной части 2 ст. 159 Уголовного кодекса. То есть в мошенничестве в отношении пожилой женщины, которая в результате их действий лишила всех своих денежных сбережений. У сочинских полицейских есть все основания полагать, что этот эпизод не единственный в биографии задержанных. Сейчас в отношении мужчин проводится проверка, устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Сочи.